Позвольте спартакиады по адаптивным видам спорта 2016 года объявить открытыми. Более 400 ребят приехали из Ачинска, Назарова, Шарыпово, Лиссусибирска, Зеленогорска и других населенных пунктов. Александр Богомолов участвует в соревнованиях уже в четвертый раз. Он инвалид по зрению, но это не мешает ему заниматься бегом. У Саши есть сопровождающий, который его направляет. Недавно мы вернулись из города Салават. У нас там проходило первенство России по легкой атлетике. Мы участвовали в трех дисциплинах, в беге на 100, на 200, на 400 метрах, где завоевали первые места. Также старт дали участникам с нарушением опорно-двигательной системы. Эту спартакиаду проводят уже в 27-й раз. И с каждым годом результаты у спортсменов все лучше. Открытие очень понравилось. Думаю, что результаты у нас тоже будут хорошие. Спортсмены выступили в таких дисциплинах, как легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, волейбол, боулинг, бильярд и во многих других. По словам организаторов, спартакиада проводится для того, чтобы привлечь людей с ограниченными возможностями к регулярным занятиям спортом. На таких соревнованиях им выпадает шанс не только проявить себя, но и познакомиться друг с другом. У нас в этом году удивило то, что муниципальные образования направили свои подготовленные команды в прекрасной экипировке, в красивой форме. В этом году Шушенский район отправил новую делегацию в новом составе с новыми спортсменами. Поэтому каждый год прирастает количество участников и количество муниципальных образований. По словам специалистов, для многих ребят участие в подобных спартакиадах – это уже маленькая победа. Екатерина Погорелова, Максим Галат, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok